Белые медведи Таллинн В селе города собрали впечатляющие 350 тысяч. В минувший понедельник Фрида и Аарон переехали в новую квартиру. Пока они только исследуют новый вольер, здесь все для них непривычно. Пространство, по сравнению с предыдущим местом обитания, просто огромное. Аарон пока не заходит в воду, но его мама уже вовсю ныряет в бассейн глубиной 4,5 метра. Пока они не очень используют вот эту каменную гору, но со временем они и туда, конечно, зайдут. Медведи достаточно осторожные, они не бегут там головой, об стекло не бьются, на стены не бросаются. Они терпеливо и осторожно исследуют все. Аарону еще только 10 месяцев, он все еще не отказывается от молока и вообще кажется, что он заигрался в бурого медведя. Дело в том, что в новом вольере он с удовольствием валяется в траве и песочке, но в бассейн пока не лезет. То ли мама не разрешает, то ли вода для него слишком мокрая. Животные выпущены в наружные вольеры только в понедельник. Конечно, им тут все в диковинку. Если учесть, что все они, все наши белые медведи рождены в зоопарках и долгие годы провели в относительно маленькой клетке, ее неоднократно выснимали и неоднократно мы краснели за то, как мы содержим белых медведей у себя и мечтали о том, что когда-то они будут жить в хорошем просторном вольере. Ну, наконец, мы этот вольер получили. Норт и Нора переедут сюда попозже. Кроме того, полярный мир станет домом не только для белых медведей. Здесь также планируется построить помещения для других полярных видов – сов, песцов и других северных животных. Таллинский зоопарк сердечно благодарит город и всех, кто внес свою лепту в строительство этого комплекса. И в это воскресенье будет рад гостям торжественного открытия полярного мира. С 11 утра и до 3 часов дня планируются различные творческие мастерские и благотворительная распродажа. А до 17 часов вечера будут работать инфопункты внутри павильона. Ну, а в дальнейшем посетители зоопарка могут получить незабываемые впечатления, наблюдая этих могучих хищников как со смотровой площадки, так и сквозь огромную стеклянную стену бассейна. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.